На прямой связи со студией Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана 6-го созыва. Севинч Ханам, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Севинч Ханам, вот все мы помним заявления и действия армянских лидеров и представителей сепаратистской хунты, такие как парады в оккупированных городах, угроза Рубена Варданяна в адрес политического руководства Азербайджана. Вот как, на ваш взгляд, эти шаги, скажем так, усилили напряжение в регионе и стали ли они своего рода катализатором для проведения антитеррористической операции? Мы действительно живем в очень исторический момент нашей истории и являемся, я думаю, счастливым поколением тех, кто в обуче наблюдает победу Азербайджана, восстановление территориальной целостности, суверенитета, учреждение президента в таких важных датах, как День суверенитета Азербайджана, День городов, Ханкенды, Ходжалы, Ахдаря. Все это действительно исторические моменты, исторические события, и копилка нашей триумфальной, нашей доблестной истории пополняется день ото дня, чему мы безмерно счастливы, безмерно горды. И сегодня мы, помимо этого, отмечаем год с момента проведения нашей доблестной армии антитеррористических мероприятий в Карабахе. И помимо демонстрации силы нашей армии, антитеррористические меры, они являются одним из важных событий в нашей современной истории, потому что положили конец армянскому сепаратизму в Карабахе. Мы все прекрасно помним, что после подписания в ноябре 2020 года Ереваном акта о капитуляции в Карабахском регионе Азербайджана находилось более тысячи единиц армянских вооруженных сил, недоконных армянских вооруженных формирований. И несмотря на то, что были достигнуты определенные договоренности, армянские боевики на территории Карабаха должны быть разоружены. И на протяжении трех лет Азербайджан делал все возможное, чтобы устранить напряженность в Карабахе, продолжить нормальный процесс реинтеграции, который обеспечит сосуществование азербайджанцев и армян, а также найти решение вопроса путем двухсторонних переговоров. И вместо того, чтобы пойти на прямые переговоры с Азербайджаном, вместо того, чтобы внеблить призывом Азербайджана, армянские вооруженные силы были заняты увеличением своей численности, закупкой нового вооружения, проведением провокаций. Ситуация дошла до того, что сепаратисты в Карабахе, помимо того, что не отказываясь от претензий на независимость, проводили, так скажем, игрушечные выборы, выступали с заявлением против азербайджанского государства от имени так называемого парламента. И помимо этого, премьер-министр Пашинян направлял поздравительные письма этому военному режиму. Все дошло до того, что, как мы все прекрасно помним, 19 сентября прошлого года армянские вооруженные силы совершили серию предотвращения всех этих провокаций, и обеспечения реализации, в первую очередь, положения трехстороннего заявления и восстановления конституционного устройства нашей республики, были предприняты локальные антитерристические мероприятия, в результате которых менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены поднять флаг, а в дальнейшем уже 28 сентября глава сепаратистского режима Карабаха Савгил Шахмарян подписал документ об отмене так называемого режима. И таким образом, в результате проведенных менее чем за сутки антитерристических мер, армянская армия, незаконно находящаяся на территории Азербайджана, была полностью разоружена, покинула страну, и незаконный режим хунты был полностью упразднен. И сегодня мы наблюдаем, как те самые люди, вот у вас в кадре, они фигурировали, этот Арутюнян и Варданян, которые угрожали Азербайджану, которые сказывались против Азербайджана, гроз, заявляя о своих каких-то правах, о полномочиях и так далее. Сейчас они находятся, предстали перед азербайджанским судом, перед азербайджанским правосудием, и я думаю, что ни один азербайджанец, гражданин Азербайджана, даже проживающий за рубежом, никогда не забудет те кадры, когда в октябре прошлого года президент Ильхам Алиев поднял наш трёхцветный хлах Кянди, Ходжалы, Вахадаряев, Ходжавенди. И это, так скажем, финал исторической победы Азербайджана. Это действительно момент безмерной гордости азербайджанского народа. И сегодня мы по прошествии года, опять же, оглядываясь назад, понимаем, какая вообще ситуация происходила, потому что на протяжении 44-дневной войны и после неё правительство Армении, всё ещё не осознавая свои обязанности, свою ответственность после подписания трёхстороннего соглашения, поддерживали военную пункту, содержали остатки вооружённых сил в Азербайджане, в Карабахе. Некоторые страны, к нашему большому сожалению, своей необоснованной поддержкой Армении создавали, так скажем, альтернативную реальность. И, к большому сожалению, эти попытки и сейчас продолжаются. Но я думаю, что именно триумфом антидаристических мер, мероприятий является то, что Азербайджан полностью поставил точку в вопросе окончания сепаратистского режима и разоружения сепаратистов в Карабахе. Азербайджан полностью заявил о своей территориальной целостности, о своём суверенитете и, в первую очередь, так скажем, верховенство международного права на повестку дня, привлекая внимание мировой общественности к тому, что международное право должно работать, международные законы должны работать, и каждая страна имеет право своими собственными силами, если, конечно, это в её полномочиях, в её возможностях. Здесь, естественно, Азербайджан является, так скажем, показательной страной, которая благодаря своим усилиям, своей доблестной армии, мудрой политике президента Ильха Малиева освободила свои территории, восстановила суверенитет. И сегодня то, что мы наблюдаем, по прошествии достаточно короткого периода времени, это колоссальные работы, которые проводятся на освобождённых территориях. Восстанавливается инфраструктура, строятся школы, жилые дома, больницы, стадионы, отели, то есть огромное количество объектов сегодня восстанавливается, строятся, восстанавливаются культурные монументы, культурная составляющая Карабаха. И помимо этого мы каждый день наблюдаем всё больше и больше количество людей, вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои родные дома. Я думаю, что визит президента, так скажем, традиционным, такие значимые даты, значимые дни, президент совершает визиты на освобождённой территории. Вчера мы наблюдали президента в Ахдамском районе, сегодня он участвует на открытии Карабахского университета. Всё это показатели того, насколько важна реинтеграция Карабахского региона во все сферы политики Азербайджана. Экономическая составляющая здесь имеет огромное значение, поскольку развитие экономики, на примере Ахдамского промышленного парка, это всё делается для того, чтобы в ближайшие сроки, в короткое время, Карабахский регион влился, интегрировался в национальную экономику Азербайджана. Открытие университета также является показателем того, что сегодня для нас, помимо экономики, развитие научного потенциала, развитие культурной жизни в этом регионе также является первостепенным. И в целом, если говорить о такой значимой дне, значимой дате, которую мы с этого года начинаем отмечать, это день суверенитета Азербайджана, что такое суверенитет для народа? Помимо того, что, как выразился господин президент, это чувство единства, это чувство гордости и справедливости народа, помимо этого, я считаю, что это триумф политической воли государства, руководителя государства, это триумф единства народа и триумф доблести нашей армии, триумф наших дипломатических способностей и достижений. И все это вкупе позволяет Азербайджану сегодня выступать как страна, которая наряду с железным кулаком обладает гуманитарными, так скажем, навыками ведения мирных переговоров. Сегодня мы, протягивая руку мира, говорим о том, что мирное соглашение должно быть подписано в рамках международных законов, учитывая благополучие азербайджанского населения Карабаха, а также предлагая определенные условия благополучного существования армянского населения. То есть все это еще раз демонстрирует Азербайджан как страну, которая сегодня занимает значимое место в мире и является показателем, хорошим примером для того, чтобы устанавливать мир, устанавливать безопасность как на своей территории, так и в регионе. Большое спасибо, Севинч Ханун. Спасибо за то, что подключаете к нашему эфиру. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией была Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана 6-го созыва.